2018 год. Защитник флорбольной сборной Омской области Сергей Степанов еще не знает, что год спустя станет автором золотого гола в решающем матче за заветное чемпионство. А это 2019-й флорбольная Сибирь возвращается в родной Омск в статусе лучшей команды страны. Ребята к этому очень долго шли. Мы на протяжении последних лет демонстрировали нашу сборную очень хорошую игру. Но чего-то ни маленькой не хватало, где-то не везло. Какие-то овертаймы, мячи были на последних секундах. Действительно, игроки Сибири в этом сезоне были хороши, но в рамках первого объединенного тура в матчах с лидерами потеряли очки. Так было в феврале в Омске. Тогда овертаймы завершились в пользу гостей сильного помора и действующего на тот момент чемпиона Нижегородца. Мы продолжили тренироваться после первого тура, зная, что шансы у трех команд на чемпионство равны. Готовились и проявили упорство в финальных встречах. В Нижнем Новгороде на втором и решающем объединенном туре о мячи сделали все, чтобы не допустить повторений февральских сценариев и блестяще справились с этой задачей. К поединкам с лидерами Сибирь подошла без потери, одолев московский «Спартак», «Ураган-арену» и СПБ «Юнайтед». Невероятно красивым получился матч Сибири с помором. Чтобы продолжать борьбу за золото, нашим флорболистам нужно было побеждать в основное время. Запомнилось это противостояние яркой игрой и уверенной победой Сибири со счетом 11-6. А еще эффектным выплеском эмоций от забитого гола о мяча Ивана Пышного. Это видео по соцсетям впоследствии дошло до официальной страницы Международной Федерации флорбола в Инстаграме. Я не могу не спросить про сальто. Расскажи, пожалуйста, ты запланировал это или это были эмоции? Это были эмоции. Я хотел поднять командный дух, чтобы порадовать всех, кто смотрит. Ну вот забил и сделал. Как ты думаешь, победа над помором, она дала какие-то дополнительные силы в матче с нижегородцем психологически? Конечно, она дала нам уверенность большую. Финальная игра была самая напряженная. До последних минут боролись и уже только в овертайме удалось выиграть. А я был уверен, что мы должны выиграть. Потому что два раза не повезти не может. Мы дома проиграли в овертайме обе игры. А здесь счастье на нашей стороне. Определённую тактику мы выработали специально для того, чтобы сыграть с лидерами. Направление другое взяли. На быстроту, на силовое давление. Хотя и ребят молодые, но не выдержали. Поздравил с долгожданной победой чемпионов серебряный призёр континентальной хоккейной лиги Илья Михеев. Парни, поздравляю вас с чемпионством. Знаю, что это был очень тяжёлый путь, но вы справились со всеми. Заслужили первое место и кубок. В следующем году будет ещё сложнее отстоять это, но все вас верят и всё будет хорошо. Удачи! Поблагодарили за высокий результат игроков, тренеров и руководства Федерации и в Министерстве спорта Омской области. Каждому из флорболистов чемпионской команды начальник управления физической культуры и спорта Елена Бацевич вручила почётные грамоты. Капитан Сибири, нападающий Арман Каркумбаев, шёл к чемпионству страны 17 лет. Дождался, наконец, как игрок. Теперь хотелось бы, как качественный тренер ещё победить. В золотом составе Сибири много молодых игроков. Некоторые из них приехали на встречу в Министерство прямо с ЕГЭ. Поделись впечатлениями от сегодняшней встречи в Министерстве спорта. Ты здесь впервые? Да, впервые. И, ну, положительные эмоции. Всё прошло прекрасно. Мне понравилось. Будем выигрывать, чтобы чаще здесь бывать, как говорится. Вспомни, пожалуйста, сейчас свои эмоции, когда был забит золотой гол. Что с тобой происходило? Ну, когда Серёжа забил гол, то, что это были незабываемые эмоции. Мы сидели все на нервах. Мы переживали то, что сейчас в данный момент, то, что закончится матч, оставалось всего лишь 51 секунда до конца. То, что мы все переживали, думали, сейчас будут булиты. И в конце, когда Серёжа забил, это были незабываемые эмоции. То, что побежали слёзы у всех. То, что все очень сильно начали радоваться. Одной из целей после нынешней победы станет совместная работа Федерации Фороболомской области и Регионального министерства спорта над присвоением игрокам спортивных званий «Мастер спорта России». Редактор субтитров А.Семкин